Субтитры сделал DimaTorzok 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 Думаю, надо позвонить Оле Думаю, ну ладно, что-нибудь потом подумаю Пошел обратно там по центру, уже начал просто именно круги наматывать, чтобы вас где-то именно просто поймать, потому что сколько там того центра. Я так понимаю, что я, наверное, раз в 20 проходил от вас метров в 10, потому что реально там этого центра не так много, а я там именно, знаешь, довольно бодренько, вот так вот именно по всем улицам ходил, старался еще там, где побольше народу все-таки. Ну, а, зашел в другое интернет-кафе, попытался там позвонить, тоже безрезультатно. Тут, значит, прошелся до памятника, там меня вдруг мысль посетила, что тук-тук-тук и все такое. Возвращаюсь туда, взял, значит, интернета, там на 15 минут, и зашел в ЖЖ, значит, записал себе номер, взял телефон, набираю, значит, длинные гудки ни хрена вообще, невозможно отсюда позвонить на этот номер, ни фига вообще, просто. А откуда ты звонил, за автомата? Нет, это тоже интернет-телефонии. Наверное, надо знать какие-то тоже хитрые кожи. Ну, ты знаешь, на самом деле, вот эти хитрые кожи. С обычного оператора, если бы звонил, то бы звонил себе. А со скайпом, я не знаю, как это. Нет, скайп это как обычный телефон, то есть скайп это именно как, не как мобильный, по-моему, а как... Ну, я не знаю, может быть, там тоже какие-то... Короче, почему-то я именно набираю там длинные гудки или вообще молчание иногда. Несколько раз попытался, попытался, мне чувак говорит 100 крон. Я так именно, какие 100 крон, я вообще не дозвонился, там тупо длинные гудки были и так далее. Он говорит, ну, вот у меня тут высвечи, высветилось три звонка там. Я там позвонил раз 10, из них три высветилось. А, один где-то на полминуты, и два где-то на полторы, короче, там, в 20 и два раза по 40 крон. Я ему говорю, ну что за фигня, короче, я нифига не дозвонился. И, короче, мы с ним торговались на 50 кронах за интернет и звонки. Там 25 за интернет, по-любому, это нужно было. Ну и вместо 100, 25 заплатил ему за эти звонки, которых не было. Вот, думаю, вообще фигня какая-то. Пошел, значит, дальше, кругов понаматывал чуть-чуть. Я же еще помню, что вы собирались совсем поздно возвращаться. Думаю, блин, что делать? Еще попытался Оле позвонить, чтобы она вам, может, дозвонилась или смс-ку послала. Какую-то общую такую информацию, что типа я буду, приеду сюда, если найду хостел, то буду в нем вас дожидаться. А если не найду, то буду на станции метро сидеть. Тоже нифига не дозвонился. Ну, думаю, ну ладно. Ну, короче, обошел там еще круг почета, вылез еще на мост, прогулялся туда-сюда. Попробовал из того интернета, который за мостом позвонить. Потому что тот, в котором с меня пытались в окрон содрать, там именно с телефона, как-то по хитрой телефонии. А тот именно четко скайп. То есть там скайп подсоединен к телефону на громкой связи, звуки даже скайповые. Я узнал там 100 куда-то. Думаю, попробую с того, может, тот не работает. Потому что какие-то проблемы с номером. С того тоже нифига не получилось. Просто какие-то именно короткие гудки сразу начинаются. Попробовал опять в Киев позвонить. Опять не вышло. Ну, и я уже такой с моста так посмотрел. Еще что-то там не был, там не был, там не был. Уже прошелся. И к метро. Возле метро нашел еще одно интернет-кафе. Думаю, ну, блин, надо как. Все равно. Там именно были недорогие достаточно звонки. Но я туда уже захожу. Попробовал опять на этот номер позвонить на ваш. Тоже не вышло. Зато дозвонился в Киев. Киев дозвонился. Там, в общем, перед этим, знаешь, до этого именно так, спокойно. Причем поначалу вот потерял вас, думаю, ну, сейчас где-нибудь там найду тут рядом. Причем даже не думая, как найду или так далее. Потом что-то пришло в голову, что вот сейчас позвоню там и так далее. В общем, как это все потихоньку раскручивалось, но с проблемами. Там меня буквально вот за 10 минут до того, как сел в метро, именно такой, знаешь, вдруг стрём такой начался капец. Зашел в этот интернет, вам не дозвонился, дозвонился в Киев. Ну, сказал там, чтобы она там позвонила, там, в общем, все это как-то там обсудил. Все нормально, вроде чуть-чуть так, попустило. Сел в метро, поехал. Приезжаю сюда. Думаю, ну, вроде же я там, ну, то есть метро помню хорошо, какой выход, там все. Выхожу, ну, и направление тоже вроде помню. Выхожу так, ну, пошел, так, смотрю, ну, да, вроде оно. Прошел немножко, смотрю, вообще, что это, где это. Мы же шли в метро, я вообще по сторонам не смотрел, мы там что-то трепались и так далее. Смотрю, вообще ничего не узнаю и думаю, а что дальше? Думаю, ну, надо у кого-то спрашивать. Вернулся обратно к метро, какой-то дядька там не спик инглиш, какая-то там девушка a little. Они все тут, если говорят, то a little. Каких-то пацанов тут именно уже под конец поймал возле метро. Они именно шпарят вообще. Произношение зачетное такое, все классно, они тоже, тоже a little. Ну, правда, я тоже на все языки говорю, скажем так. Спросил, где тут хостел? Ну, а какой типа, как называется? Я там, как называется, не знаю, адрес не знаю. Направление... У тебя паспорт с собой был? Был. А бумажка у ней, которую нам уже сдали. Посмотри, там, ну, может, там ничего не написано просто. Какая бумажка, там что-то рисовет. Ну, я не знаю, это не помню. Это название есть, на самом деле. Там же что-то есть. Хама, бытовно, стрих... Отлично. Стрихничного, бытовно. Ну, ладно, да. Тоже зацикал. Отлично. Ни о какой бумажке вообще уже у меня мыслей не было. У меня вообще мысли уже были такие весьма смешанные. Она спрашивает, а в каком направлении? Я говорю, ну, я вроде думал, что в этом, но сейчас прошел, типа, не узнал. Она говорит, ну, типа, какой-то хостел вот есть, показывает мне там, ну, направление, там, знаешь, из метро и направо, то есть не в том, ну, 90 градусов. А потом налево. Пошел туда, там вообще что-то, какие-то, какое-то левое, причем похоже было немножко на то, как мы ехали. Не как мы шли из метро отсюда, а как мы именно заезжали с другой стороны. То есть, может быть, на самом деле это и было правильно, и она мне именно этот хостел указал, но я там как-то не там свернул или что-то типа такого. И такой именно зашел в какие-то же пеня, потыкался там в разные улочки, все не похоже. А пошел там несколько вариантов, так, спросил еще у каких-то чуваков. Они именно по-английски, такие действительно, я лыкал, но я им не по-английски спросил, они по-чешски рассказали, все понятно вроде, что тоже там два предположения каких-то. Я пошел, там вообще что-то фигня какая-то, нашел еще кого-то. Короче, начал спрашивать, все спрашивают, именно адрес, название, там, ничего, какие адресы названия, я не знаю. Думаю, ну, ладно, буду пробовать еще звонить из автоматов. Думаю, ну, если из интернета не получается, то автоматы, как бы, может быть, нормально будет работать. Попробовал на автоматах этих набирать номер, ну, тупо там 3,7 и так далее. Оно мне говорит, какого номера они существуют. То есть, пока я разобрался, как эти автоматы работают, как у них там какую-то монетку засовывать, запихивать. Потом, там, это отдельная фигня. Пытался еще смс там написать, тоже очень долго научился. То есть, я набираю там половину номер, там, почти до конца, и оно мне уже там говорит, такого номера нифига нету, такого номера нифига нету. Вам попытался, в Украину попытался, никакого номера нифига нету. Поймал, значит, тех чуваков, которые little speak, именно так, нехило. Поговорил с ними, они тоже говорят, что, ну, блин, тут, короче, искать. Порасспрашивали, я им рассказал про то, что рядом страховая какая-то компания, что серое такое дурацкое здание, что, в общем, какие-то. Я даже не знал, не по-яку себе. Примета, а вот мы когда заходили вот с той стороны, что рядом была именно страховая компания, я это запомнил еще. Great stupid building. Great stupid building. Да, great stupid. Что-то они там начали вспоминать, предположить, сказали, что, ну, вот, где-то в том направлении, вот, кстати, примерно сюда показали, только чуть-чуть под углом как-то. Два предположительных направления указали, где именно есть такая фигня. Короче говоря, отъезжал телефон у пацанов. Ну, в общем, это, видимо, безнадега. Помогите хоть с телефоном разбираться, потому что нифига не могу. Они подошли. Телефон есть? Чисто позвонить? Начали, там, смотрите, там какая-то инструкция, но инструкция такая, в которой не написано, что чтобы там международный звонок, то сделайте то. Написаны тарифы на международные звонки. Где-то там написано, что по какой-то системе там O2X, если хотите позвонить, что за систему O2X, набирайте сначала там 9-7, они говорят, ну, наверное, вот этот код надо перезвонить. Попробовал, дозвонился в Киев, поговорил, там мне Оля сказала, что до вас дозвониться не может, но я смс-ку написала. Я сказал, что она еще попробовала с городского номера, что с городского может должно получиться, потому что кто-то дозванивался. И я так понимаю, что она так и дозвонилась с городского. Дозвонилась. Она дозванивалась из другого, из того, просто... Я сейчас хотел бы позвонить, сказать, что все окей, потому что... Потому что все окей. О, типа, если на Украину дозвонился, то надо сейчас попробовать, может, таким Макаром вдруг все-таки получится. И вот я буквально шел к телефону, и меня... И Демасе, да. Мы уже подумали, когда Лекс пошел, подумали, так, так я уже Демасе уже наверно встретил. Думал, подняться, может, там Демахрят, или может, там, короче, свит ждет. Вот я там тоже, на самом деле, чуть-чуть посидел, потому что я когда пришел именно... У меня уже просто от жажды там я подыхал. Вот, и я зашел туда, там чуть-чуть посидел, думал, там пора спрашивать чуть-чуть про эти... Ну, что-то обломался там шумно именно, они все бегают, и я, короче, решил спрашивать на остановке у людей. Реально тут все старшее поколение нифига не спик инглиш, а молодежь вся с ним. Может, ваше поколение спикерам? Ты знаешь, я спрашивал, а не именно дойчь немножко. Твое можно? Экстрим. Заполнится поездка, заполнится. Да-да, блин, мы тут такие думаем, ну, у нас логические предположения. Так, Андрей наверняка запомнил станцию метро. То есть это все там... Две минуты мы сюда, и... Ну, честно говоря, я бы попросту был походить, ну, я помню, что недалеко и шли. Я тоже попросту недалеко. Я бы просто походил бы в радиусе, да. Я тупо начал ходить в радиусе, и нифига не узнавал вообще. Понимаешь, я ожидал, что я начну ходить в радиусе, и знаешь, что-то знакомое замечу, и все зашибись. А я именно, ну, я вроде более-менее нормально ориентируюсь на местности, но я тупо ничего... То есть я сначала правильно, сразу просто правильно пошел, и сразу ничего знакомого вообще. Просто смотрю и думаю, что за фигня вообще вокруг. Ну да, потом уже, когда знаешь, что в этой стороне типа нет, то туда и не суешься. Ну да, поэтому думали, ты спокойненько себе погуляешь, найдешь, что... Знаешь, я думал, что скорее всего я приду сюда и найду, я думал так, и вот именно на всякий случай звонил, чтобы Оля вам сказала, что если я не найду, то я буду на станции метро. Вот оказалось, что так и оказалось. Казалось, что нам конец, оказалось, не казалось. На то мы уже тут думали, ну ладно, вроде как бы по логике это ты должен все найти, но если уж нет, так может что-то случилось уже, что-то такое нехорошее уже. Я купил часть канатры, но я как бы, не знаю, на многие вещи после этого начинаешься не только трогать. Да, спасибо. Все от релиза на зале. Дай мне, пожалуйста, телефон. Я звякнул. Спасибо. Спасибо.